В этом видео будем разбирать настройки секции. Меня зовут Федор Васильев. Настройки секции в Elementor Pro. Основная наша секция, это вот эта вот помечена с синей-голубой рамочкой, да? Вот при наведении на эти точки, видите, написано «Редактировать секцию». То есть помимо того, что мы в секцию, вы уже видели, можно перемещать плагины, текст, картинка, много чего можно переместить. По сути, это и есть по строителю контента. Но сама секция обладает богатым рядом настроек. И давайте разбирать именно их. То есть, чтобы увидеть эти настройки, надо просто кликнуть вот по этим точкам секции, и вот здесь слева у нас в колонке отобразятся все настройки. Настройки разделены по категориям, то есть вот такие вот вкладки, и каждый из них имеет свои настройки. И первое, что мы будем разбирать, это макет, макет и растянуть секцию. Сейчас, если я это сделаю, мы не увидим никаких изменений. Нужно создать здесь ситуацию, чтобы вам показать наглядно для чего и как это работает. Для того, чтобы показать вам именно вот эту опцию растягивания секции, я добавлю, например, три колонки. Загляну вперед немножко, перейду в настройки в стиле. Мы до стиля еще дойдем, но чтобы сразу вам показать это, покрашу секцию в какой-то цвет и добавлю контент. Картинка с текстом. Сделаю дубликат. То есть я набросал некий контент. Мне нужно, чтобы секция была растянута во всю ширину браузера. Заливка цветом и три колонки с информацией. Если я буду смотреть сейчас контент на теме Hello, то вы видите, что здесь никаких проблем нет и выглядит именно так, как мне нужно. Теперь искусственно я вызову ситуацию, чтобы показать вам настройки данной опции. Для этого я воспользуюсь стандартной темой WordPress 2017. Вот этой темой нажму активировать. Перейду обратно в редактор страницы, в настройки и здесь выберу по умолчанию обновить. И здесь в режиме редактирования вы видите, используя шаблон, который как бы не рассчитан под Elementor. Если у вас будет такая ситуация, похоже, так же если я нажму предпросмотр, здесь тоже видите у нас, что происходит с колонкой. Вот как раз таки здесь в настройках вот этой вот секции мы можем переключить в положение до ползунок. И вы видите, что происходит. Растягивается, несмотря на заданный параметр самого шаблона, растягивается наша секция так, как нам нужно. Еще вы можете сделать, видите, ширина макета во всю ширину. То есть это еще дополнительная визуализация, вы видите, как все меняется. Дальше, разрыв колонки. Тут надо уже играться, смотреть, какие моменты здесь больше подойдут. Но именно надо было вам показать вот эту опцию, растянуть секцию. Как раз таки это делается, это можно продемонстрировать, например, вот на такого рода шаблоне. Итак, я возвращаю тему Hello. После смены темы Hello, если вы пройдете в эту шестереночку, и вот здесь макет страницы оставите по умолчанию, обновите страницу, у вас будет здесь вылазить, вот слово, например, главное. Сразу хочу показать, как это отключить. Ну, вылазит еще заголовок и описание. И вот здесь вот ниже, видите, есть скрыть заголовок. Зачем это нужно? Если я нажму обновить, то я здесь обновляю. И видите, вот это главное, то есть это название страницы, оно скрывается здесь. Но я вот здесь выбираю Holst Elementor. Таким образом я убираю абсолютно все. Итак, я возвращаюсь в настройки секции. Давайте дальше разбираться. Значит, ширина макета во всю ширину ограничена. То есть, если выбираем ограничено, то появляется ползунок. Смотрите, двигаю ползунок, смотрите, как перестраивается контент. То есть, в зависимости от того, что вам нужно. То есть, либо сужаем его, либо расширяем. Я делаю во всю ширину. Дальше настройки разрыва колонки. Ну, опять же, надо смотреть. В данной ситуации сейчас это не особо влияет. Оставлю по умолчанию. Высота по размеру экрана. То есть, вы видите, это растягивается по высоте. Когда-то это может быть нужно. Вертикальное выравнение тоже можно. Overflow по умолчанию. На самом деле сейчас это не видно. Я покажу вот на этой секции. Видите, вот эти элементы управления. Зайду в эту секцию. Вот overflow, если я выбираю скрыть, то они при наведении начинают отображаться ниже. Не выше, вот здесь, а ниже. Не знаю, зачем это нужно. То есть, где это может мешать. Может быть, когда много элементов, идет какая-то настройка элемента. Но вообще, на самом деле, непонятно, зачем вот эта опция здесь. Дальше. HTML-тег. Но это своего рода, не сказать, что прям микроразметка. То есть, для поисковых систем, чтобы поисковая система понимала, когда читает ваш сайт, данную индексацию, распределение контента на сайте. Потому что у нас есть хедер. Это шапка сайта. Это верхняя плашка сайта, где может быть логотип, меню и так далее. Футер, например, это низ сайта. И, например, если у нас это верхняя секция, если у нас меню, мы можем здесь задать хедер. То есть, визуально это никак не будет видно. Но поисковикам мы будем говорить, что эта секция отвечает за хедер. Но вроде как, это будет правильной такая микроразметка и позволит лучше индексировать сайт. Дальше, вот эта вкладка макет мы с вами закончили. Здесь идет структура. Структура и показана прямоугольником, что у нас выбрана одна ячейка. То есть, это если мы смотрим вот в эту секцию, где у меня одна ячейка. Если мы смотрим в эту секцию, то здесь вы видите уже другая ситуация. И в данной ситуации мы можем, смотрите, просто кликнув на соотношение колонок, на другое соотношение 25-25 к 50, то видите, контент тоже меняется. Эти две колонки меньшего размера, этого большего. То есть, в зависимости от того, что вам нужно, может вот так переключаться. Или кнопка сброса. Дальше я перехожу в стиле. Видим вот такие вкладки. Первая фон. И здесь есть кнопки обычная и при наведении. То есть, значит, при наведении мыши мы можем задать, например, смену цвета. Также тип фона. Изначально выбрал классический и выбран цвет. Вот я покрасил ее цветом. То есть, можно выбрать любой цвет и даже назначить прозрачность. Или сбросить, и тогда вообще цвет сбросится. Дальше вы можете видеть изображение. Выберите изображение. И здесь еще есть такая мелкая ссылка динамические. Вот этот параметр динамический, там на самом деле можно много чего сделать. И вот эту опцию я посвечу отдельный урок. Причем вот эта динамическая, она может встречаться в разных параметрах. В разных ситуациях она может находиться, например, в воде динамические и так далее. То есть, если надо задать цвет секции, задняя заливка, вы знаете, как это уже делается. Дальше, если это изображение, то вы загружаете изображение из компьютера, выбираете изображение, вставить. Когда мы назначили картинку ниже позиция, например, вверх-лево, дальше, привязка, прокрутка, закрепить. То есть, если закрепить, мы сайт сможем прокручивать, а картинка будет закреплена. И, внимание, закрепление работает только для ПК. Это значит, что на мобильной версии этого эффекта вы не увидите. Дальше, повторять картинку. Это, если у нас картинка... Эта картинка называется паттерн. То есть, когда она может повторяться, эта картинка сделана таким образом, что при склейке сторон как бы не видно разрыва, и эффект получается как эта единая картинка. Ну, если вы не поняли, посмотрите в интернете, что такое паттерн. Вот именно повторять, повторять по горизонтали, по вертикали, это как раз-таки нужно, скорее всего, для картинки именно паттерн. Сейчас картинки у нас не видно, потому что она достаточно большая, а пространство у нас под нее маленькое. Чтобы ее увидеть, я могу, например, выбрать центр-центр, то есть отображать по центру-по центру. Тогда ее будет видно. И если я обновлю, вот сзади видно данную картинку. Дальше размер можно сделать, например, автоматический, перекрывать, то есть вы видите, она как бы меняет там размер. Дальше есть поместить и произвольный размер. Если я выбираю произвольный размер, то у меня появляется дополнительная опция, где я могу, видите, смотрите, вот так вот уменьшить размер картинки. И вот повтор, повтор, если я выберу не повторять, смотрите, вот она в единственном экземпляре. Соответственно, если я выберу повтор, вот она повторяется автоматически, и о чем я и говорил, то есть или выбрать повтор по вертикали или по горизонтали, я возьму не повторять. Вот так вот я, например, увеличу или уменьшу. И также здесь можно задать, видите, таки маленький, PX это пиксели, если я выберу пиксел, то будет измеряться в пикселях, эта картинка. Дальше можно выбрать EM в процентах и WM. Ну, на самом деле, EM и WM, я не знаю, в каких случаях это может пригодиться, знаю только что процент, разница есть, и пиксели. Ну, как правило, всегда это бывают пиксели. Картинку на задний план лучше делать заведомо нужного размера. Например, это Full HD 1920 на 1080 пикселей. Подготовить где-то в редакторе, например, Photoshop, и уже заранее поместить ее на задний план. Я не буду использовать произвольную ширину, поэтому я выберу поместить. Дальше у нас идут эффекты. Scrolling effect. Он выключен. Если переключаем ползунок, появляется большой ряд настроек. И чтобы вам наглядно продемонстрировать следующие эффекты, нам нужно сделать шире, ну, выше нашу секцию. Для этого я перейду расширенные. Отступ снаружи, отступ внутри. Мне нужен отступ внутри. Здесь есть такая скрепочка. Смотрите, если я начну сейчас писать с одной стороны, например, сверху мне надо вступить 500 пикселей, то сразу будет прописываться везде. И слева, и справа, а мне нужен только снизу и сверху. Поэтому я кликаю вот по этой скрепочке, расцепляю, так сказать, зависимость, и пишу только там отступ, где мне нужно. Например, сверху 500, снизу 500. То есть это нужно для того, чтобы вам показать эффекты. И вот эти вот я, наверное, удалю, чтобы они нам пока не мешали. Итак, если я сейчас посмотрю на сайт, вот ползунок, я прокручиваю, и картинка, она зафиксирована. То есть вот это вот закрепление я сделаю прокрутка. Обновлюсь. И смотрите, картинка прокручивается вместе с сайтом. И пошли по опциям скроллинга эффект. Смотрите, вертикал скролл. Кликаем по карандашу. Первое, up, это вверх, down, вниз. То есть картинка будет как бы двигаться вверх. Speed, это скорость. То есть вот даже на этом уровне, если я обновлюсь. То есть смотрите, при прокрутке картинка, она как бы немножко продолжает движение. То есть достаточно интересный эффект. Далее у нас есть такой индикатор. Это называется область просмотра. И здесь мелкими буквами написано button, то есть это снизу. Top, это вверх. И область просмотра можно контролировать. То есть даже здесь в режиме реального времени, смотрите, если я ползунок button начну двигать, сразу это не будет видно. Если я его сильно удвину, смотрите, картинка смещается вниз. То есть это область просмотра. Видите, что происходит? Если я, например, вот так вот ее прямо уведу до топа, обновлю, то есть смотрите, как было, обновлю страницу и как стало. То есть если нужно как-то сдвинуть эту область просмотра, но тогда эффекта скролла нет, видите? То есть здесь нужно настроить именно так. То есть я, потому что сдвинул ползунки близко друг к другу и тогда вот этого эффекта нет. То есть, например, можно как-то вот так этот эффект добиться. То есть немножко получается от нуля я уйду к середине и этот ползунок, например, вот так, если я уведу, обновлю, тогда эффект как бы есть такой небольшой. То есть это такие тонкие настройки, что нужно здесь прям иметь целый сайт, чтобы вот эти настройки могли нам точно помочь именно в области этого данного эффекта. То есть как мы хотим расположить. Если вы хотите сбросить настройки и не использовать больше вертикал скролл, можно кликнуть вот по этой стрелочке. Все, тогда эффект вообще не работает никакой здесь. Дальше, горизонтал скролл. Это то же самое, только картинка будет двигаться, видите, влево-вправо. То есть я просто кликнул по карандашу и уже это работает. И откуда? То есть то left, то есть налево или то right, направо. То есть если я сейчас обновлюсь, то картинка, видите, в зависимости от того, как я скроллю, то есть она сейчас вот движется, я прокручу вниз, картинка движется налево. Но есть это такой эффект скролла. Если я захочу направо, то вот так вот я делаю, соответственно, можно и скорость увеличить. Вот, например, максимальная 10, обновить, обновляю. Тогда она движется будет гораздо быстрее. То есть чуть-чуть вот я двигаю, и она резко двигается вправо. Вот вы видите, я прокручу вниз, а картинка уходит вправо. То же самое можно играться вот с этой линией. Остальные опции я не буду рассказывать, они действуют по аналогии, то есть только разные эффекты. Скажем, блуру это размытие, скелл это увеличение. Вот скелл я покажу, смотрите, если я обновлю, достаточно интересный эффект, эффект увеличения. То есть я прокручиваю вниз, а картинка увеличивается при этом. То есть достаточно интересно. Дальше вам, у вас спрашивают, применить эффект где? Desktop, то есть компьютер, планшет, Mobile, телефон. Как правило, какие-то мощные, серьезные эффекты не показываются на телефоне. То есть, как минимум, я бы убрал телефон, то есть просто достаточно кликнуть вот на этот крестик, и уже на телефоне эффект показываться не будет. Если хотите вернуть эффект, кликайте мышкой в это пустое поле и выбирайте, например, опять Tablet и Mobile. Вот так. Ну, я бы оставил только на компьютер. Этот эффект я вам показал. Дальше есть вот такой вот некий эффект. Не знаю, как его объяснить, но когда у вас здесь включен хоть какой-то эффект, то он визуально дает разницу. Например, если я выберу вот этот вот момент, обновлюсь, то есть эффект вот такой изначально у нас был. Если я обновлюсь здесь, то он и ближе приближает, как бы и более резко делает. Вот такой вот момент. Так, этот эффект я отключаю, и у нас здесь еще остается маус-эффект. Маус это мышка. То есть, значит, будут какие-то эффекты при наведении мыши. Включаем, и вот есть маус-трек. Если я кликаю по карандашу и выберу у нас вот этот вариант, сразу здесь вы можете видеть. Смотрите, если я мышку двигаю вправо, картинка движется влево, и если я двигаю влево, картинка вправо, если я выбираю вот этот вариант, то картинка движется за мышью. То есть, я вправо, она вправо. Вниз, вверх, то же самое. Вот такой вот параллакс-эффект, связанный с мышкой. И speed, скорость, получается, она и увеличивается, как бы, видите, она двигается более так вот, агрессивно, так скажем. Вот, от скорости зависит. То есть, я не буду показывать на сайте, вот в режиме редактирования это уже и так понятно, как это работает. Этот эффект я тоже отключаю. Настроек тут достаточно много, поэтому я разобью эту информацию на два видео, чтобы не перегружать. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, то вы можете купить его по ссылке в описании под этим видео, таким образом поддержав меня. На этом я ставлю паузу и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok